Карагандинцы все чаще становятся жертвами риэлторов-аферистов, которые берут залог за квартиру, затем выдают листок бумаги с номерами телефонов хозяев квартир. Однако на момент встречи арендодатели становятся недоступны. Одной из таких жертв стала Алтынай Морзобекова, для которой поиск квартиры в аренду обернулся неприятным инцидентом. По словам Алтынай Морзобековой, неделю назад она приступила к поискам трехкомнатной квартиры в аренду на длительный срок. Присмотрев все объявления в интернете, женщина остановилась на нескольких. Набрав номер, Алтынай узнала, что все эти квартиры сдаются через риэлторскую компанию «Позитив». Вежливый и доброжелательный сотрудник компании пригласил ее в офис для составления договора. «Подписала договор, отдала 8 тысяч тенге и они дали мне контакты хозяев квартир. Был только указан номер дома, но квартира сама не была указана. Вышла, позвонила, там Олег поднял трубку, сказал, все, к 8-7 встречаемся. Хорошо. К 7 я пошла с детьми, но там был уже Олег отключен, были агенты тоже отключены. И как бы я уже там постояла час и поняла, что меня обманули». Но «Позитив» компании быстро стал негативом. Почувствовав, что ее обманули, женщина пошла в риэлторскую контору. Со слов Алтынай, там ей сказали, что если хозяин квартиры не берет трубку, то это уже ее проблемы. Деньги, естественно, никто возвращать не собирался. В социальной группе под названием «Кто пострадал от позитива» собралось за один день более 30 человек. У всех одна проблема и схожий ряд событий. Надежда Князева также считает себя пострадавшей, однако в суд подавать не стала, боясь волокиты. Но теперь намерена написать заявление. «Мы стали звонить по телефону. Нам сказали, что мы не можем сегодня, давайте завтра. Завтра мы стали опять же звонить, номер телефона был уже отключен. Звонили в агентство, они нам объясняли, что мы вам ничего не обещали. Квартиру, которую вы хотите снять, за такие деньги больше нет квартир. А так квартира уже не отвечает. Мы звонили с разных номеров агентства, спрашивали про конкретную квартиру, про конкретный адрес. Нам говорили, что квартира свободна, вы можете въезжать. Но по факту квартиры, видимо, либо вообще не существует, либо... То есть деньги нам тоже обратно не возвращают». Но жители, которые сами подписали договор, возмущены не только тем, что остались без квартир. «Номера, адреса, да. И то, что вот интересно, вот сейчас девушка придет, приедет. Мне один адрес дали, да, в тот же день. И другой девушке дают тот же день. И в третий тоже студентке дают тот же день один адрес. «Стоит отметить, клиентам предлагается внести деньги сразу после подписания договора. Вот только сам договор многие читают невнимательно. Считающие себя обманутыми намерены обратиться в правоохранительные органы. Вот только такие дела рассматриваются лишь в суде». «Мы изучили договор риэлторской фирмы. Составлен двухсторонний договор. И договор несет гражданско-правовой характер. Поэтому мы не имеем права вмешиваться. По всем вопросам заявители должны обратиться в суд». Состав преступления в действиях риэлторов стражи порядка не нашли. Вывод можно сделать один. Внимательно читайте документы, которые вы подписываете.